Всем привет, меня зовут Вячеслав, это канал Belly for Games, и мы сегодня поиграем в игру, которая называется мой ребенок Lebensborn, короче как-то так. Это версия игры Remastered, была, я чекнул на ютубе, была игра не Remastered, но они ничем по сути не отличаются. Не Remastered версия вышла в 2021 году. Steam пишет, что эта игра основана на реальных событиях, так же как собственно и сама эта игра пишет нам. Это что-то по типу тамагочи, только мы здесь будем пытаться взрастить ребенка и наделить его какими-то навыками, ну в общем что-то такое, давайте глянем, давайте глянем. 1940 год, Европа охвачена войной, Германия оккупировала Норвегию, война закончилась, Норвегия освобождена, народ ликует. После пяти лет оккупации можно искоренить все упоминания о нацистах. Три года спустя мы взяли в семью ребенка. Спасибо, что решили взять Клауса под опеку, здесь он не мог оставаться, усыновить Клауса. Ну Клауса, пускай будет Клаус. 1951 год. Я дома. Привет, Клаус. Было весело, мы с Лив лучшие друзья. Кто такая Лив? Мы нашли чудной пенек кулесу. Думали внутри спрятано сокровище, клад. А потом пошел дождь. Но нас это не остановило, мы решили охранять пенек. Да вы смельчаки, только похоже, что уже поздно. Солнышко почти не видать. Единицы времени. Проводите день, выполняя действия за доступные единицы времени, указанные в верхнем левом углу. Нажмите на значок единицы времени, чтобы пропустить одну единицу времени. Только вот я хочу тебе кое-что показать. Смотри, это подарок от Лив. У меня ведь завтра день рождения. Можно сегодня открыть? Я одним глазком гляну. Нет-нет-нет, слушай, короче. Придет время, тогда и посмотришь. Ладно. Вам пришла почта, нажмите на конверт, чтобы его открыть. Это действие не тратит единиц времени. Районный совет. Во дворе был замечен кот, поедающий цветы на клумбах. С этого дня требует от хозяина не выпускать животное на улицу. А, требуем от хозяина. Так у нас нет никого кота. А, это что такое? А, взрослые шуточки. Скукотища. Ты же не пойдешь сейчас в кабинет? Без тебя будет скучно. И все же мы решили сегодня искупаться. Ванна находится в ванной комнате. Логично. В ней можно помыть Клауса или постирать его одежду за одну единицу времени. А Клаус дурачок, что ли? Так ему сколько? Десять лет? Че, он сам не может искупаться? Я еще выкупать должен? Серьезно? Бля, че? А показывать этого не будут? А, ну в принципе норм. Так, и как его, блядь? А, мочалкой напидорить? Буль, буль, буль. О, блядь. Вот это игры, да? Пошли пиздец. А кушать скоро будем? Питание. Если находиться на кухне за одну единицу времени, Клаус может есть столько, сколько захочет. Э, не-не-не. Клаус будет жрать столько, сколько мы ему положим. Нихуя себе столько, сколько он захочет. Так мы на него еды тогда не напасемся. Но тут тыкать больше ничего нельзя. Только то, что подсвечивается. Каша, бутер. Ну давай кашу точи тогда. В смысле? Бля, мне тебя еще и кормить, что ли? Вкуснятина, можно добавки. Так а ты нажрался? Уже ночь, блин. Сколько ты хавать будешь? Глаза слепаются, пора в кроватку. Уже поздно и Клаусу пора спать. Клаусу станет уютнее, если почитать ему сказку на ночь или приласкать его. Так блин, это же уже взрослый парень. Чонка, он распиздяем станет. Ну точнее маменьким сынком. Его будут троллить в школе. Вы че, издеваетесь, блядь? Ему уже 15 лет. Какой нахуй к сказке? Давай пиздуй спать. Поскорей бы заснуть, тогда завтра наступит быстрее. Я стану совсем большим, жду не дождусь. Лив говорит, на день рождения ей досталось целых три подарка. А сколько подарят мне? Ну, один. То, что тебе Лив принесла, походу, тут и подарится. Ну, с бабок-то нет смысла. Я ничего не... Засыпай, да. Тебя тоже жду чудесные подарки. Ура! Скорей бы завтра. Поверь мне, мы отлично проведем время. Хорошо. До завтра. Полученную почту, документы и фотографии можно найти в кабинете. Бля, это у меня че, фри-тайм только когда он спит? Серьезно? Вот это бред. Письма и газеты со временем соберутся. Чтение всех за один раз будет стоить только одну единицу времени. Обязательно отпустошите поднос для утилизации, когда он заполнится. В стране наблюдается снижение производства яиц. Вот уже вторую неделю яиц так мало, что их не хватает для экспорта. Не утихают споры о том, стоит ли норвежскому правительству продолжать экспорт этого ценного продукта, ведь в стране очень нужны не только деньги, но и яйца. Бля, пацаны, в стране яйца заканчиваются. Вот это беда. Фотоальбом. Прекрасные моменты с Клаусом хранятся в фотоальбоме. Просмотры его не требуют времени. Нажмите на звезду, чтобы сохранить момент. Так, без проблем. А мы мать или бать? Так, окей, но нам тоже спать пора, да? Мы где спим, блядь, на кресле? Ну, вряд ли в ванной. Так, а что делать-то? Промотать время? Завершение дня. Когда вы будете готовы завершить день, идите в спальню Клауса и коснитесь лампой, чтобы выключить свет. Август-суббота. О, боброе утро. Умывание Клауса. Умойте Клауса, чтобы его разбудить. Подойдите... А он вообще не самостоятельный. Он дурачок какой. Серьезно, Клаус? Ты заебал. Это мы каждый день будем вот этой хуйней заниматься? Ну, я говорю, как-то могу, что только, блядь, с ребенком. Ой, сегодня же мой день рождения. А у нас ничего нет. Я вчера еле уснул. А сегодня мне уже семь лет... Целых семь лет, придурок-то. Ты сам умываться не умеешь. Серьезно? Ну, тебя прям не узнать. Я теперь совсем взрослый. Да, ты совсем взрослый, только тебя, мать, умывай. Тебе не стыдно? Пошли, пошли, проверим. Блядь, я б со стыдно сгорел. Восемь лет, блядь. Родители жопу вытирают. Это пиздец какой-то. С днем рождения. Жаль, что не могу отпраздновать его с тобой. Скорее бы в школу, чтобы видеться каждый день. Ты лучший лифт. Кстати, вчера я потрогала тролля. Чего, блядь? Это его подруга, да? Они вчера вместе тусили. И она говорит, что потрогала тролля. Это какое-то, типа, зашифрованное послание, чтобы предки не узнали, чем они там занимались. О, похоже, она и правда видела тролля. Вот вылив сегодня пришла. Хочу играть с ней каждый день. Жаль она. Сейчас у тети в Йотунхейме. В Йотунхейме? Это там, где великаны, да, живут? Ой, подарок от Лив. Чуть про него не забыл. Ну, теперь-то можно открыть. Ого! Мячик! Мне подарили мячик. Давай сыграем. Да, блин, тамагочи, короче. Нажмите, чтобы бросить мяч Клаусу. Игра с Клаусом тратит одну... За одну единицу времени. Ну, давай, ладно. Сегодня у него днюха, поэтому сыграем. Здорово! Как это сделать? Так, геймплей потрясающий. А теперь чем займемся? Выбирайте, как провести свой день. У вас есть 7 единиц времени, разделенных на 4 периода. Совмещайте работу по дому и заботу о ребенке. А мы на работу не ходим, да? На работу мы не ходим. Так, он, походу, хочет жрать. Он, походу, хочет похавать. Тут у нас еще каша осталась. Ладно. Ням-ням. И я опять про день рождения. В общем, Лив говорит, что мама испекла ей торт. Как думаешь? Может, мне тоже торт можно? Я люблю сладкое. Так, это, бля, намек, да? Давай, если ты будешь хорошо себя вести, то мы его испечем вместе. Я не буду баловаться, честное слово. Так, нажмите на окно, чтобы выйти на улицу. Выйти на улицу прямо через окно? Чавкает. Озвучки что-то нет, поэтому я почавкаю для вас. Так, смотрите. Как выйти на улицу? Через окно. А у нас дверь нет, да? У нас дверь в дом не работает, походу. Так, это что? Это супер 50 баксов хлопья? А, так яйца дорогие, пиздец. Кашу будет хавать? Давайте две штуки пока возьмем. А все, больше ничего нет? Только хлопья и каша? А на улице делать-то нехер вообще? Что, домой возвращаться? Да ладно. А торт мы из чего будем печь? А у нас все есть для торта. Ты иди, а я тут как-нибудь один справлюсь. Куда иди? В смысле? Куда идти, блядь? Что-то я не вдупляю. А ты помоться сам не хочешь? Так, а что они до конца моются? Ты иди, короче, покупайся что ли. Так, ладно. А куда мне идти тогда? И вот эту штуку покупать? 50 баксов? Ебать. Нихуяся, я не готов. Дети, это затратно. Прости, я прыгал по лужам и немного испачкался. Бля, в смысле? Ты же сказал, что ничего не будет. Вся рубашка теперь грязная и мокрая. Так иди постирай, заебал. Переодевание. Найдите спальни сухой свитер для Клауса. Переодевание. Так иди, иди, покупайся вместе с рубашкой просто. Так-то лучше, спасибо. Мне надо как этот говорить. Так-то лучше. Ну, меня, блядь, не пиздили за одежду, конечно. Но бывали случаи, моих друзей вроде бы пиздили за то, что они пачкали вещи. Ну, ничего, ладно, мы его не будем трогать, потому что, как бы, день рождения. Мы сегодня прощаем по максимуму. Ну, завтра бы получил пизды, конечно. Так, что насчет торта? Приготовить Клаусу еду можно на кухонной стойке. Так, а мы, блядь, чё, мы не жрём, да? Мы не работаем. Я в первый раз печь буду торт. Мне прям не терпится. Так, давайте печь. Приготовление пищи. Готовить очень просто. Всего лишь несколько раз нажмите на ингредиенты. Каждое блюдо тратит одну единицу времени. А сколько осталось? Ну, это всё в раке, это так не делается. Его же ещё печь надо, по-моему. А теперь можно и праздновать. Ура! Так, погнали, пожрём. Объедение. Спасибо. Обожаю тортики. А ты готовишь самые вкусные. Ух ты, это мне? Интересно, что же внутри? Книга. Книга. Спорим, книга? Бля, карандаши проебал. Я как раз их и хотел. Спасибо большое. Пожалуйста, Клаус. Так, и совсем они скоро. Со следующей недели ты давно уже пора. У нас в школу шести лет ходит. Клаус, ты что, тупенький, что ли? Почему он, блядь, почему он такой несамостоятельный? Вот меня чё он ебёт. Какой вопрос. Я кое-что придумал. Давай ими порисуем. Помоги мне раскрасить рисунок. Пойдём в мою комнату, будем рисовать там. Блядь. Он как будто бы срёт. А, просто. Так, ну это волшебный рисунок. Можно продать на ebay за 100 баксов. Так, чудесные деньги. Карандаши чудесные. А можно я ещё поиграю? Хочу, чтобы день рождения не заканчивался. Ну так это день рождения хуйта, если честно. Ну давай, только чуть-чуть, короче. Так а чё, играть надо с ним? Вместе? Ну да, давай. Давай поиграем в прятки. Ура! Пойду прятаться. Бля, вот это я зря. Он сейчас как заныкается, я его три недели искать буду. Может пока просто ляжем спать, слышу? Блядь. Утром просто найдём его, короче, ещё прячущегося. Скажем, блин, ты так охуенно спрятался, что мы тебя не могли найти, да. Ну вот, тебе удалось меня найти. У меня, конечно, была другая идея, но... Блин, из меня будет хуёвый родитель, я вам отвечаю. Так, смотрите. Куда идём? Сегодня был чудесный день. Тебе понравилось? Да, очень, спасибо, тебе было здорово. Ну, дети, им в принципе много не надо. Жаль, только лифт не пришла. Как думаешь, мне подарят ещё что-нибудь? Так, ну надо довольствоваться тем, что имеешь. У тебя и так два подарка. А я и доволен. Правда? Ну, молодец тогда. Ещё бы ты самым ватса научился, и цены бы тебе не было. Почитаешь мне перед сном? Ладно, блять, почитаю. Так а в смысле нет? Почему? Ладно, не, может завтра. Ну ладно, тогда спокойной ночи. А, может выходные, поэтому мы не работаем. Надеюсь, день будет хороший. А ты чё такой грязный заебал? О, мне же во вторник в школу, так в понедельник. Ты готов? Вроде да. Вот мне карандаши и пригодятся. Так, а бутерброды, они на халяву, типа? Может попробуем что-то ещё? Как думаешь? Да, давай бутерброд попробуем. Мы часто едим это блюдо, но хотелось бы чего-нибудь горячего. Бутерброд. Давай бутерброд на сковородке разогреем, будет горячо. А, вот, ну смотри, блять. Чтобы сытно кушать, сначала надо найти работу, сто процентов. Понятно, надеюсь тебе попадётся что-нибудь интересное. Поиск работы. Вот оно чё. Какого хера мы усыновили ребёнка, а работу как бы не нашли? Вы можете откликнуться на доступные вакансии, зайдите в кабинет и изучите газету. Так, смотри, бутер. Ммм, бутер, да, охуенный. Так, наелся, погнали. Теперь помоемся. Сегодня воскресенье, может сходим в лес? Не, мне на работу надо поискать. Еду ведь не обязательно покупать, её можно отыскать. Это что ты там найдёшь, грибы? Тем более, в воскресенье все магазины закрыты. Так, подожди, как это не обязательно покупать? А, еду, ты дохуя ли там в лесу найдёшь? Там можно, ну, пару ягод найти. Ну, грибочков ещё три штуки. Чё там ещё, шишки, орехи какие-нибудь? Ну, как вариант. Так, не, подожди, малой, давай работу поищем сначала. Так, лодка. Предлагаются работники на старую фабрику. Предлагаем стабильную работу с понедельника по субботу. Нихуя себе. А когда я буду с ним тусить тогда? Бля, ну работа нужна, полюбос. Нажмите, чтобы написать. Меня заинтересовало ваше объявление о работе. Наймите работников на фабрику. Я очень трудолюбливый человек, который будет рад стабильной работе. Прошу рассмотреть мою кандидатуру. Так, ну ладно, нормально вроде. Нормально вроде. Так, ну пойдём, пойдём поищем чё-нибудь. Лес. Собирайте еду, цветы, сосновые шишки. Бля, сейчас бы шишки хавать. Постройте снеговика за одну единицу времени и каждый... А, типа один снеговик, одна единица времени. Дикие животные очень редко появляются. Нажмите, чтобы кормить их. Кормить? Так нам самим жрать нечего. Каких животных кормить? Смотри, сколько тут всего можно собрать. О, ягодки. О, грибочки. Блядь. А, ладно, ура, грибочки. О, ягодки. Можно сделать черничное варенье. Да. А ты знаешь, сколько оно в банке будет стоять? О, шишку нашёл. Варенье, это ж, блин, его сначала делаешь, потом закрываешь, потом оно полгода стоит, и только через три месяца и десять лет его можно будет похавать. И плюс, нам нужен хлеб, чтобы вазать его на хлеб. Чё такое? Так, ну, куда-то домой тогда? Или на работу уже? А, домой, окей. Черничное варенье. Это каким это образом? Давайте из грибов чё-то закуролесим. Так, жареные грибы. Неплохо. Бутерброд с грибами. Пойдёт такое. Я устал. В смысле ты устал? Мы ещё готовим. Давай, давай, хуяри до последнего. Вот, ты ж хотел варенье. В смысле? Давай, ночная смена. Ну, какого хуя-то? Ты устал. Ладно, иди. Ладно, иди. Слушай, я тут рисовал кое-что и придумал. Я тоже могу зарабатывать деньги. Буду продавать свои рисунки. И так я тебе говорю, на ebay продаёшь, по 100 баксов разлетятся. Ну? Будем работать вместе, как команда. Спасибо, малой. Да, согласен. А, почитаешь мне сказку на ночь? Бля, так почитай. Ты ж всё равно нихуя не делаешь. Мать, бать, пиздец. Не, ну, это как-то неудобно. Мы ж пообещали уже ему. Ну, так варианта нет такого. Ладно, уже слишком поздно. Ну вот, тогда спокойной ночи. Давай тогда. Так, понедельник. С добрым утром. Сегодня лифт возвращается. Можно будет поиграть с ней в обед. Приглашение на работу. Будем рады предложить вам работу на нашей фабрике. Можете приступать 21 августа в самое раннее удобное время. Имеется ввиду самое удобное для вас время, наверное, да? Ну, ночью. Ночью. Так, хорошо. Работу нашёл. А что там написано? Хорошие новости. Мне дали работу на фабрике. Здорово. А когда мне дадут работу? Ну, так 18. Подожди ещё немного. 10 лет всего лишь. Да, чтобы получить работу... Ну, выучиться это пиздёж. Можно получить работу и не выучившись. Но... Типа повзрослеешь, тогда и дадут. Но я ведь взрослый уже. Так не честно. Так ты умываться даже сам не умеешь и есть. Взрослые едят сами, а не с ложечки. Ну, блядь, ты взрослый, серьёзно? Я тебя с ложки кормлю, малой. Не вешай мне чепуху на уши. Так, давай бутер с сыром. Вообще прекрасно. Только он хавает. Только он хавает, потому что мать не хавает совершенно. Так а в ванну? Почему в ванну нельзя принять? Пиздуй в ванну. А, можно, бляха. Помнишь, я просил тебя заштопать мою старую одежду? Вещи хорошие, я их люблю. Только вот дырки не нравятся. Надо их убрать. Так это модно сейчас. Это модно. Дырки, вот эта краска, всё, вот это вот говно. Это сейчас охуеть как модно. В свободное время вы можете создавать и чинить предметы, нажав на кухонный стол. Чё это такое? Чё за пиздота? Шишка типа, шишка-игрушка. Так у него тут куча вещей. Совсем как в лесу. Чё, блядь. Я вернулся, мы слив так здорово погуляли. А, так ты уходил? А я даже не заметил. А я для тебя рисунок припрятал. Попробуй найти. Вот ещё чё, блядь. Как его покормить? А. На. Ням-ням. Так, рисунок, да? Вот это ты, конечно, заныкал. Ну норм, он доволен. Значит мы родители неплохие. В фотоальбом добавлено новое воспоминание. Так, ещё одно. Ещё одно. А сегодня какое? Нам скоро на работу. Можно я пойду спать? Да, иди. Завтра утром я уже буду школьником. Я вот всё думаю, каково это? Ходить в школу. Так, в смысле хочется, не хочется. Надо. Тебе обязательно понравится. Главное, везде себя хорошо. Я хорошо себя буду вести, обещаю. Так, в смысле не обращай внимания. Ты пизды в ответ просто да и всё тогда. Ты ж старш, там все шестилетние, а ты восьмилетний. Ну ты на голову выше, пацан. Ты, главное, старайся, у тебя всё получится. Ты всё правильно говоришь, я буду стараться, обещаю. Можешь почитать мне мою любимую сказку? Да, давай. Да ты заеба... Конечно, вот. Ух ты. Рыцари, драконы, рыцари. Вот это вся бельберда. Так, хорошо, поехали. Так, погнали спать тоже тогда. Нельзя. Шишка. Нельзя. А, надо свет выключить. Так, август 21. А, ему в школу, а нам на работу, да? Сегодня важный день. Я пойду в школу, теперь я совсем взрослый. Да, волнуешься? Угу. Я так хотел скорее пойти в школу. Ой, чуть не забыл. Тебе же сегодня на работу. Может, мы скоро накупим денег на ранец, буду носить в нём учебники. А сейчас ты в чём носишь? В трусах? Ну, сюда, конечно, можно. Сюда, конечно, можно напихать учебников. Ну, блин, хотя бы пакет, да? И вроде его даже можно купить в магазине. Бля, отличная идея. Не, ну без ранца вообще прям бред. Ура, мне купят ранец. Так, а пойдём посмотрим. У нас же есть 120 бачей. Сколько ранец стоит? Где? Где ранец? 200! Еб... Ничего себе. Так, ладно, давай не сегодня. Ты сам хавать научишься, нет? Ням. Чё, всё? Как его в школу, блядь, отправить? Иди уже. Да какой мячик? Иди в школу. Мы сейчас всё проебём. Я работу проебу, а он в школу. Я немного волнуюсь. Сможешь проводить меня в школу? Бля, давай вместе чуть-чуть пройдёмся, а там уже разбежимся. А так можно, спасибо, ты лучше всех. Так, поход в школу. Чтобы отправить Клауса в школу, выйдите на улицу и нажмите на красное здание. Уроки заканчиваются в полдень. Я рад, что мы вместе пошли. Ой, оказывается, школа такая большая. Во, будь сильным и никого не бойся, пускай все увидят, какой ты умный. Я постараюсь, я и правда не глупый. Ой, наверное, Лиф меня уже ждёт. Пока. Я дома. Клаус, что стряслось? Школа странное место, там все недобрые. Я пытался подружиться с ребятами, но они просто глазели на меня и молчали. Так, блин, чё за дебилы такие, а? Они ко мне ужасно относились. Зачем было врать, что всё будет нормально? Так, блин, у нас-то в школе всё было... В смысле доверять вам меньше? Клаус, ты чё? Да, блин, не надо рассказывать, надо за себя постоять. Раз въебало, два въебало, и потом уже нормально относятся. Нет, это пиздёж тоже. Так, это возмутительно. Причём тут родители? Ну, нет, ну, блин, конечно, да. Эх, точно. Вообще, они мне ни капельки не понравились. Они злые и глупые. Согласен. Ну, блин, может, ты им сказал, что тебя мамка с ложки кормят? Этого не надо было делать. Типа, они такие, чё? Вот этот задрот. И начали его, короче, бить. Поможешь мне с уроками? Вдруг завтра учителя меня спросит. Да, давай, конечно. Спасибо, учебник у меня в комнате. Можно начинать? Давай, давай. У Лины Питера... Блядь, у Лины Пера было по яблокам. Яблоку, если Лин отдаст яблоко Перу... Одно. А, у Пера два будет, да. А, я так и думал. Теперь следующая задачка. После этого Пьер съест одно из яблок, сколько я? Одно. Ага. И последнее. Если мама Пера принесёт ещё четыре яблока и попросит... Ооо, ну всё, это пизда. Так, у него будет одно. Четыре это пять. И два с половиной. Сколько это, блядь? Два, да, вот. Разве? У Пера, да... Пусть он и съел одно. Тогда не получается поровну. Будет нечестно. Так, всё нормально. Не надо так и доёбываться до родителей. Мама лучше знает. Так, а хавать нечего. Всё, пизда, конец. Пойдём в лес. Так, в лес нельзя. Аммм... Каши дай. Бля, как дорого, пиздец. А, мы бабок заработали. Серьёзно? Тогда нормально. Так, я жутко устал. Ну, давай. Не пойму, нравится мне школа или нет. Да и учительница, госпожа Хансен, какая-то злая. Так, взрослеть непросто, да. А может, я не хочу? Так, ты же сказал, что ты взрослый уже. Давай не воёбуйся. Может быть, взрослым не так уж и весело. Вообще не весело, поверь мне. Было бы здорово послушать сказку. Есть время почитать. Бля, ну ладно, заебал какой. Здорово, спасибо. Сегодня про корабли читаем. Ну, это потому, что его, короче, ну, не то, что разбаловали. Это потому, что он не умеет за себя постоять. Нам скоро раздадут оставшиеся учебники. А у меня до сих пор нет ранца. Другие ребят носят учебники в ранцах. Так укради. Слушай, ну, у меня есть для тебя идея. Берёшь в спортзале, там, пока все учатся на уроке, ты быстренько вши. И не марюк закалку, а у тебя есть. Бля, вы меня не слушаете, так нельзя делать. Так, нам нужно, нет. Ну, или еда, или рюкзак. Так, у нас, как бы, выбор невелик. Я куплю, бля, заебал. Да, только ты мне на работу дай сходить хоть разок. Еще какое-то письмо пришло. Что ты вообще делаешь со всей этой почты? Ну, сейчас, кстати, надо почитать. Может, еще какая-то работа подвернется. Конфликт в небе над Кореей. Сегодня 17 американских истребителей сошлись в ожесточенном бою с почти 60-ми истребителями коммунистов над Северной Кореей. Ага. Только на этой неделе покупайте... Опа! Так, надо бы... А скидки будут? Стэнсланд Спорт. Бля, а скидки будут? Новые материалы для создания. Так, ладно. Голодного отправлять его не будем. Давай быстрей жри и давай в школу. В смысле? Че за... Че за... Что случилось? Я не особо хочу в школу. Так я не особо хочу на работу. Может, махнемся тогда? Ладно, я пойду, а то Олив будет грустить. Может, если бы у меня был ранец... Ну, да, я, конечно, тоже думаю, что я не его, короче. Да, куплю, бля, заебал. Я ж сказал, может, и мне полагается. Пиздец. Ну, ты шо, тупой? Я тебе три раза сказал уже, куплю, куплю. Дай только денег, ну, блин. Но не думай, что дети, короче, тебя полюбят сразу, да. Ты в школу. А я посмотрю, сколько ранец стоит. Скидка... Бля, вы ж сказали, скидка должна быть. Дай в долг. Долга не ранец. Ну, малого булят, блядь, заебали. Ах, как это не та кнопка. Вот, двести пи... Да задержись на работе, в смысле домой. Дай ранец ему. Бля, пиздец. Двести баксов улетело. На, блядь, ранец. Но... Что но? Да и ранец только купил. Пиздец. Сказали, что я ублюдок, раз у меня нет настоящей семьи. Вот это да. Да наша семья вообще крутая, я так считаю. Уж мы-то лучше этих тупорылых, согласен. Только у других ребят есть мама и папа, их никто их не бросал. А кем мои были родители? Я хочу знать, скажи. В детстве мне говорили, что я мало чтобы знать, но теперь-то я взрослый. Почему? Почему меня обзывают ублюдком? Бастардом вы имели ввиду? Ну не ублюдком же, в смысле ублюдком. Да, ну ты вообще обалденный, ты чё? Мои родители не были женаты, кто же они? Мне так хочется узнать о них больше, прошу расскажи. А мы чё, доктор, бля, мы откуда знаем? Давай, короче, я попробую выяснить, но я вообще не знаю, чё там получится или получится. Пообещай, пообещай, что ты разузнаешь. Ладно, постараюсь, бля. Что это? Сюрприз? Ранец? Правда? Да, да, да. Но я его всё равно же будет задрачивать. Это не от ранца зависело всё равно, абсолютно нифига. У меня будет ранец, как я и просил. Спасибо большое, это крат. А вот еды нет. Так, носи с удовольствием. Хорошо. Давай в лес. Бля, ну так еды нет, всё, конец, пиздец. Бля, ну ладно, пойду куплю что-нибудь. 15 последней бабки, всё. Всё, мы бомжи. Нет денег. Ладно, бери ложку и пиздуй в школу. Ням-ням, давай хоть умоем его. Так, подожди. Давай, 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 давай. Давай, давай пожрём. Нет, нет, стой, мы пожрали. Я запутался. А, вот, ванну, ванну надо. Давай в ванне поиграем. Рыбка. Хорошо, рыбка. А так рисунки, можно его продавать или нет? А он что, сегодня в школу не пошёл? Серьёзно? В смысле, он школу проебал? А можно в лес ночью ходить? Нельзя? Бля, так и я на работу не пошёл, получается. Ну, вдруг учиться будет весело? Да весело прям вообще охуеть. Я просто сейчас реально в замешательстве. У нас-то денег ноль. Так, в школе бывает непросто, но ты справишься. Раз я теперь большой, меня ждут перемены. Да, да. Офигеть, целый мир. Надо же, мир ведь огромный. Да, я всегда буду рядом. Да. Ну, это лишь потому, что ты старше. Но и я ведь могу тебе помогать. Прости, если я обидел тебя. Мне не нужны родители, у меня есть ты. Мне просто хотелось бы узнать правду. Так я понял, да, давай. Может, мне удастся выяснить что-нибудь. Ага. Можешь почитать мне мою любимую сказку? Ой, бля. Ну, давай завтра. Давай завтра. Ну, ладно, тогда спокойной ночи. Так, дневник Клауса можно найти в кабинете. Так, дорогой Клаус, сегодня ты попросил меня побольше узнать... А, это мы, да. Мне известно немного. Три года назад трёхлетний мальчик на усыновение примечания Дитя войны. Ничего мне не хотелось, так как сильно, как иметь ребёнка. Надеюсь, ты это почувствовал. Твоя мать сказала, что родила мне немецкого солдата. Тогда она была одинокой, 16-летней девушкой. Рассказывать больше она отказалась. Так, за участника сопротивления. Понятно. Хорошо. Так это она всё знает, получается. Нам не надо это нигде выяснять. Чего? Имя матери? Это чья мать? Его или моя, блядь? Здравствуйте, Сирия. Мы... Да, да, да. Но беспокойно, мне нужно очень с вами связаться. Клаус пошёл в школу, и случилось именно то, чего мы боялись. Он должен узнать, правда, о своём отце. Не могли бы вы... А чём мы боялись? То, что его буллить типа начнут? Так, Клаусу не могли бы вы рассказать больше. Хорошо. Пойдём спать. Доброе утро. А ты сегодня голодный, получается. В лес нельзя... А когда в лес можно ходить? О-о-о! Вот это нам надо. Слышь, вообще как пиздец. Смотри, у нас чё? Сегодня ты... Бля, он с голода не умрёт? Так, смотри, может, тебя в школе кто покормит? Умылся. Давай в ванну. Ага. И в школу. И быстро, быстро, блядь, где эта школа? В смысле, проебал, что ли? Как это, блядь? Так а нет, дай долганину, серьёзно. Не хватает денег. Ну всё. Конец. А где денег взять? Так чё, Клаус, всё, пизда. Денег нет. Так иди в школу. Чё, его в школу нельзя пустить, я не понимаю. Такой чудесный ранец. Да-да, так как в школу-то идёшь? О, хорошо, я на работу. Сегодня голодный побудет, но чё я могу сделать? Задержаться. 30 копеек всего каких-то несчастных заплатили, серьёзно? О, ты наконец-то дома, можно по... Блядь, а вот еды... Да, давай завтра вот. Хочу в кроватку. Давай, ну иди спать. Голодный, холодный, пизда, короче. Всё пошло по пизде. Так, рисунок. Ранец. Новое воспоминание. По дороге домой я подобрал несколько палок. Лучше б ты ягод насобирал, пиздец. Погляди, может из них что-то получится. Да, давай, давай спать. Я-то задержался тоже. Давай. Спокойной ночи. Бля, надо еды идти купить быстро, срочно. Я так хочу есть. Привет, привет, да, летим. Летим в магаз. Это чё? Это чё? Покупаем всё, короче. Разве ты не хочешь проверить почту? Да пожри сначала, блядь. Пиздец. А тебе почта? А районы советы. Жители волнуются, что слышали в нашем районе немецкую речь. Это недопустимо и должно прекратиться. Предупреждаем в первый и последний раз. Так а мы, мы же на русском. Мы же не на немецком. Так, ладно, давай, давай похавай. Это он спать хочет, типа, или ему грустно, он играть хочет. Ладно, иди в школу. Нет. А чё сделать-то? Давай пожрать приготовим тогда. Так, супец. Хорошо, супец. Давай ещё один. Нет, домой пора в школу. Обожаю свой ранец. Так отцу тебя булить перестали, что ли? Давай, иди. Я не понял, вы булить перестали или... Что это такое, типа, рядом с медведем? Нет, нельзя. Так, хорошо. Смотрите, вот. Это что такое? Это его грустили? Это его сегодня в клане все сполошились? В классе. Уроки должны был ввести господин. Ага. Но он почему-то не может поработать. Нам назначат нового учителя. Интересно, какой он? Надеюсь, он будет добрее, чем госпожа Хансен. Спасибо за ранец. Да ладно, не за что, чё ты? Ну ладно. Ладно, фух. Быстро пролетела серия. Чё это такое? В принципе, прикольная игрушка. Интересно, можно позалипать. Ну а давайте на сегодня на этом заканчивать, ребятушки. Всем спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте про тикток. Залетайте в инсту. Всем увидимся в новых игрушечках. Всем до встречи, ребятушки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok